Нижняя ручка вот эта, предназначена для переноски огнетушителя по факту. То есть за ней можно свободно носить. На верхнюю можно нажимать с любой силой, пока у нас чека вставлена. В руках у спасателя стандартный огнетушитель. Так он можно увидеть в пожарном уголке любой школы. Вот только обычно он под замком. А сегодня школьникам можно и чеку выдернуть, и даже пеной всё вокруг залить. Учить детей спасаться от огня на практике сотрудники МЧС решили из-за печальной статистики. Год только начался, а уже произошло 123 пожара. Погибло 19 человек, среди них двое детей. Как бороться с пламенем, сегодня узнают ученики 5-х, 6-х, 7-х классов. Именно на этом этапе у детей очень развит, скажем так, интерес ко всему. То есть им всё интересно, любопытно, любознательно. И чем больше мы ответим на их вопросы, тем в дальнейшем у детей сложится всё-таки алгоритм по поводу их детской безопасности. Для урока безопасности в третьей гимназии подготовили три учебные зоны. Пока одних школьников учат пользоваться огнетушителем, другие знакомятся с тяжёлой техникой. В этом УАЗ Патриоз спрятана целая мобильная гидравлическая станция. Здесь есть всё для спасения людей из-под завалов. Пользоваться такой техникой приходится часто. Обычно эта машина выезжает на страшные ДТП. В ней есть всё, чтобы достать людей из искорёженных машин. Здесь у нас имеется специальная гидравлическая станция, к которой подключаются рабочие инструменты, тоже гидравлические инструменты. Это всевозможные кусачки, ножницы, разжимы. Перекусывать какие-то конструкции, автомобильные стойки, разрезать металлические конструкции, раздвигать обрушившиеся бетонные плиты. Со своей техникой обмундированием на урок безопасности приехали и пожарные. У детей интерес вызывает всё, даже стандартный костюм огнеборцев. Школьники испытывают на прочность ботинки и знакомятся со специальным оборудованием. Оно позволяет дышать, когда пожарный идёт через огонь. Танометр, который показывает давление в баллоне. И сам баллон со сжатым воздухом. Давление 290 атмосфер. Уроком безопасности остались довольные дети и взрослые. Ребята наставления спасателей запомнили. Чтобы при пожаре действовать не только сообщив кому-то, но и действовать самим. Для спасения себя и других. Нам показывали, как правильно пользоваться огнетушителем и как правильно защищаться при пожаре. Это для меня было очень полезно. Может, если вдруг у нас что-то случится в школе, я могу пользоваться огнетушителем. Уроки безопасности будут идти весь февраль во всех школах города. Спасатели надеются, что после этого число трагических случаев на пожарах уменьшится. Валерия Саенко, Ярослав Воробьев, Александр Мажаров. Шестой канал.